У нас в студии сегодня представители фонда помощи бездомным животным «Вторая жизнь» Татьяна Каурина и Ксения Балайкина. Здравствуйте. Я знаю, что вы к нам пришли в студию, но до этого вы были в больнице, вы отвозили больное животное. Что с ним случилось? Подобрала неравнодушная женщина, горожанка Шемкента, Анна. Над котиком, получается, поиздевались подростки. Просто взяли и швырнули его до такой степени, что сломался позвоночник. Но сломался или повредился, деформировался, больше бы даже сказала. Как бы походка такая извивающаяся, кривая. Кот весь кривой, покалеченный, но живой, здоровый. Всё, слава богу, хорошо. Просто особенный котик будет теперь. Скажите, когда у нас появился в городе ваш фонд «Вторая жизнь»? Буквально недавно? Да, с этого года. Начало, прям январь, февраль. Вы подводите, вообще считаете, сколько животных вы уже пристроили, скольким вы помогли? Потому что вы многих возите в больницы ветеринарные. Да, точный подсчёт составить прям один в один невозможно. У нас, потому что каждый день поступает трое, четверо, пятеро животных. Практически ежедневно. У нас больше сотни животных на данный момент. Где они содержатся? На платных передержках. Это тоже неравнодушные люди, которые готовы нам помочь. То есть у вас есть счёт? Есть. Туда поступают? Да, конечно. Да, у нас есть киви-кошлёк. Также у нас есть ящики для пожертвований. Они стоят в зоомагазинах. Хвостики, Любимчик, в ветклинике Зоовидсервис и Хатико. Также, кажется, 8 марта. В целом красоты 8 марта. И вкуснягус. Ещё планируем в многих местах поставить. Люди сами звонят, предлагают знакомые, друзья. Также наши подписчики неравнодушны. Прям предлагают, давайте поставим ящики. Это любая копеечка, любая помощь. Вот смотрите, какую огромную работу вы делаете. За животными нужно смотреть практически круглосуточно. Вы как-то меняетесь? Мы находим передержки. Вот как Ксения сказала, есть платные, есть также и бесплатные. Бесплатные – это наши волонтёры, которые готовы у себя дома держать количество, огромное количество животных и тяжёлых, очень много тяжёлых послеоперабельных. Есть, которые демодекозные, заразные животные. Есть с энтеритом. В общем, всё это у нас разделено. Там послеоперационные в одном доме, в другом доме энтеритные, потому что инфекционные. В другом доме демодекозные или в доме, или в ветклинике. У нас есть, кстати, тоже ветеринар, который у себя может дома поддержать, полечить. Ветеринары как-то идут навстречу, они бесплатно оказывают помощь? Да, с большими скидками делают нам операции, дорогостоящие в долг, пока мы соберём деньги. Пока у нас есть не только Чемкент, но и другие регионы, Алматы, Астана, тоже там есть такие же фонды помощи бездомным животным. И они нам тоже перечисляют. Мы им очень благодарны на экстренных животных, на очень тяжёлых, потому что иногда бывает операция стоит 20-30 тысяч. Как вы находите хозяев? Или хозяева сами находятся? Размещаем объявления. Мы создаём себе рекламу, мы размещаем объявления в соцсетях. У нас есть ВКонтакт, Инстаграм, Фейсбук, подписчики с нашей области. На OLX также размещаем объявления. Люди звонят. Отзываются? Отзываются, конечно. Но вы как-то разговариваете, беседуете с людьми? Потому что, посмотрите, вот те животные, которые оказались на улице, они тоже были когда-то чьими-то? Домашними, да. Но часть из них это точно. По большей части даже. Большая часть, да? Не бездомные. То есть люди просто подержали-подержали, наигрались, видимо, и надоело. И животные, что за ним надо ухаживать. Ну вот это буквально вчера, вот вчера-позавчера был же такой же случай. Мне позвонила девушка, там был указан мой номер телефона, потому что у меня на передержке находятся на данный момент 6 котят. Она позвонила после разговора с ней, к чему я выяснила, что ее 4-летний ребенок просит кошечку. На что мой совет был купить плюшевую. Потому что животное это не игрушка, да. Ребенок не контролирует физическую силу. Он его прижмет, обнимет и залюбит так сильно, что животное влазит. Залюбит. Залюбит до смерти. Поэтому, конечно, нам хочется их раздать. Но мы их поэтому и раздаем так медленно. С условиями. Потому что мы смотрим, чтобы, не дай бог, что было. И мы просим, надоест, не захотите. Мало ли, у людей бывают всякие разные причины. Переезды, уезды. Пожалуйста, позвоните. Мы заберем. На ваш взгляд, основная причина того, что животные остаются на улице, в чём? Почему у нас только бездомные животные? Безответственность людская. Безответственность. Кто-то не хочет стерилизовать, кто-то не хочет пристраивать, тратить время тех же родившихся котят от своей кошечки. Просто в коробочку и выкинули. Ну вот вы серьёзно занимаетесь этой проблемой. Как вы считаете, что необходимо сделать нам? Чтобы таких животных не осталось? Или, во всяком случае, уменьшилось? Приют необходим. Нам необходим приют. Ну, о приюте вы говорите практически с самого начала, как вы только организовались. Мы просим его полгода. Мы просим место, участок. Какие подвижки? Вы к кому обращались? Что говорят? Мы в Акимат обращались и в сельское хозяйство. Сельское хозяйство, да. Сельское хозяйство при Акимате. То есть мы предоставили проект даже приюта. У нас это всё есть на руках. Это всё идёт сейчас на рассмотрении. Пока не было ни согласия, ни отказа. Всё это рассматривается. Документы на приют у нас есть. И сейчас единственное только, что мы просим, это также выдать нам официально кусок земли. В любой точке, где угодно. Нам всё равно. Лишь бы было, куда их привезти. Лишь бы было место, где бы они были в безопасности от людей. Где люди бы сами смогли. Потому что у нас есть проблема отстрела животных, но она уже длится не один год. И, как показывает практика, она не решает этой проблемы. Потому что животные как были на улице, так и есть. Одно животное умирает после такой вот их миссии. И трое появляются на следующий день на улицах, выброшенные людьми. Поэтому они плодятся с неимоверной скоростью. Это не ребёнок. Животное в 3-4 месяца – это полноценная уже взрослая особь. А придёт, предполагает, стерилизация. Обязательно. Обязательно. На первом месте у нас стерилизация. Ну, конечно, стерилизация, хоть и идёт вразрез с природой, но это гуманнее, чем убивать животное. Это гуманно. Это, конечно, чем животное они выбрасывают. Люди не понимают, им жалко стерилизовать, им жалко усыпить животное, если оно болеет. Они думают, что они его отпустили на улицу, ему хорошо. Они не думают о том, что они его усыпили тем самым, только мучительно. Очень много инфекций. Другие животные, собаки, машина соблёт. Сколько у нас их люди. Они ещё хуже сделали, тем, что они его отпустили погулять. Потому что животное умрёт без воды, без еды. Это ладно, ещё зимой хоть снег пожуют. А вот сейчас 40 градусов жары. Я воды себе найти не могу. Они где найдут на улице воду? Это же просто катастрофа. Животное умирает. Служба от стрела. Да, конечно. Сколько на данный момент волонтёров задействовано? Больше 20. Кто помогает? Больше 20. Ближе к 30 уже. Да, даже не отзывчиво. Это наша определённая каста, скажем так, группа людей сплочённая, которые вместе. У нас даже существует группа WhatsApp. Мы каждый день на связи. И вот какой-нибудь крик о помощи, мы всё это на всеобщее обсуждение и принимаем решение, как, что, куда. Ну что ж, я, вы знаете, хочется сказать большое спасибо, потому что это очень большой труд, это ответственный труд. И далеко не каждый возьмётся за это дело. Потому что ухоженные собачки, они такие, их кошечки милые, красивые, пушистые. А вот эти бедолаги-дворняги бездомные порой бывают в таком жутком состоянии, что просто вам большое спасибо и низкий поклон. Потому что вы помогаете душам этим. Когда мы их потом отдаём людям уже, мы показываем фотографию, которую мы его подобрали. Какой он накупанный, постриженный, надушенный, какой он едет домой. Также у нас существует девиз. Последнее время, кто, если не мы? Ребята, кто, если не мы? Давайте поднимаемся все, решаем вопрос, надо что-то делать. Спасибо вам большое. Знаете, я желаю, чтобы всё-таки приют, ваша мечта осуществилась. Да, и вам дали эту территорию. Какую вы территорию хотите? Вам огромную часть? Просили один гектар. Гектар. Ну, чтобы вас всё-таки власти рассмотрели в вашу сторону. Пожалуйста, да. Будем рады безмерно. Пусть животные там будут жить спокойно, неразрозненно, по каким-то съёмным домам, и вам тяжело им в одном месте. Спасибо ещё раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо.